Привет, друзья! Сегодня 17 декабря 2021 года, пятница, 12 часов дня, за окном идет мокрый снег, и вы находитесь на видеоблоге Леонида Егорова «Реальный культуризм». Это на том видеоблоге, где вы получаете учебную информацию, знания из моего опыта движения в таком реальном культуризме, который для реальной жизни. Это я вам даю знания и передаю свой опыт о том, как я с культуризмом вел свою основную профессиональную деятельность, о которой я вам достаточно подробно говорил. Ну, например, в этом ролике. И когда я вам рассказываю о культуризме, то я хочу акцентировать внимание, что в понятие «реальный» входит понятие «истиный», «натуральный», «искренний» и так дальше. И всю свою видеоблогерскую деятельность я затачивал именно под вот такое движение учебное, прежде всего, о чем вы можете получить свидетельство из названий моих роликов, из организации моего видеоканала и из содержания, прежде всего, где я иллюстрирую чисто своими авторскими схемами и своими знаниями, прежде всего. И по-прежнему мое видеопревью будет агрессивное, так как я чувствую себя все тем же, одни в поле воином, которые на таких широких просторах интернета, ну, вот так, единичным образом несет вот эту учебную информацию, которую хочется, чтобы вы впитывали, потому что я даю информацию о культуризме с маленькой буквы, о бодибилдинге. Но бодибилдинг, культуризм, культуризм тела уже встраивается в систему культуризма с большой буквы. А культуризм с большой буквы, о чем я также вам рассказываю, он вас ведет к счастливому образу жизни. И очень хочется, чтобы вы к нему пришли. Итак, дорогие мои друзья, в преддверии новогодних праздников, которые начинаются с 19 декабря, с Дня Святого Николая, и заканчивается 1 февраля Китайским Новым Годом, Восточным Новым Годом. И я хочу в преддверии этих длительных праздников, которые включают и очень важный юбилейный внутрисемейный мой праздник, и различные другие внутрисемейные праздники. Я вам хочу сказать, что я еще нахожусь в преддверии очень важного, знаменательного события. А это завершение десятилетнего видеопути в интернете. И казалось бы, что дата круглая, и надо было бы выделить ее в отдельный видеоролик по содержанию, но нет, я хочу, чтобы этот видеоролик содержал тоже важную учебную информацию, которая была бы такой вишенкой на тортике всех тех знаний, которые я вам давал. А я сегодня хочу представить ролик ТОП-5 главных упражнений в культуризме. Но что может быть важнее вот такой вот информации? Но прежде чем вам выдавать вот такое вот значимое содержание, я хочу также вам сказать, что на протяжении 10 лет я выдал уже много видеороликов, которые, по моему мнению, содержательные, содержательные по-разному. Но выделить из учебной информации, поставить на первое место, выделить как самый лучший учебный ролик я смог только один. Конечно, по содержанию вы найдете и более содержательные ролики. Но я также выделяю этот ролик по искренности, по неделанности и по важности для вашего счастливого образа жизни. А это ролик «Бодибилдинг. Мотивация». Вот этот ролик я считаю самый важный, самый главный, самый нужный, самый лучший по моему мнению. Интересно послушать и ваше мнение. Конечно, уже есть такой Валентин Волков. Это бывший пользователь РСЖ. Вернее, он не бывший пользователь, а он имел раньше никнейм РСЖ. Он выдал свой топ. Он не совсем соответствует. Тем не менее, я понимаю, что да, действительно, есть ролики по содержанию, которые также важны и нужны, но уже каждый лично для себя их выбирает. Но я всем рекомендую посмотреть этот ролик. Я считаю, он содержит очень важную информацию. Почему? Потому что он и находится в виде направлении, которое является связующим видеонаправлением все другие учебные видеоролики. Он привлекает для иллюстрации того, что я говорю в направлении бодибилдинга. Я считаю, что это как диспетчерское направление. Просматривая или начиная ваше движение в культуризме, начинать надо с этого направления, а уже это направление вас выведет уже на нужные веточки вот такого разветвленного видеодерева на моем видеоканале. Но это учебный видеоролик. Но я хочу сказать и о разговорном видеоролике. Но этот разговорный видеоролик для меня также имеет первостепенное значение. В общем, не потому, что он такой длительный разговорный, а потому, что он всеохватывающий. А он всеохватывает культуризм с большой буквы. Он дает информацию в рамках вот такой системы культуризм, которая ведет к счастливому образу жизни. И очень хочется, чтобы вы по этому пути и шли. А это ролик с таким очень простым названием «Культуризм. Ответы». В этом ролике для меня сказано многое и обо всем. И все в этом ролике искренне и важно. И снято все одним полотном, потому что я люблю неделанность, нерезанность. И мой видеоканал, он раз заточен по учебному, по содержательности. То он и имеет небольшое количество подписчиков. Но я считаю, это элита из тех людей, которые окружают меня. И я считаю, что вот те каналы, которые имеют много подписчиков, вот они как раз заточены коммерчески. Ну, например, вот как вот такой видеоканал. Но я вас веду совершенно по пути к нормальному и к нормальному движению к счастью. Потому что все те маячки, которые выставляет общество, они в основном приводят людей к разочарованию в конце жизни, когда они понимают, что они лестницу успеха поставили не у той стены. Итак, дорогие мои друзья, касательно топов упражнений, я сразу должен сказать, что вот эту очередность топов определяют прежде всего мышечные группы, которые вносят наибольший вклад в нашу мышечную массу. И мне говорить о топе таких мышечных групп не надо. Потому что такой топ, он уже всем давно известен. Потому что, Бог говорит, объемы мы все понимаем. И мы понимаем, что если это мышцы нижних конечностей, то они и в себя впитывают большую часть мяса нашего человеческого. А если я скажу, что на втором месте мышцы спины, для вас тоже понятно. Потому что площадь мышц достаточно обширная. А далее, конечно же, мы говорим о мышцах груди. А далее, на четвертом месте, это уже мышцы плечевого пояса, куда входят и мышцы рук. И, конечно же, завершают вот эти группы мышц. Это мышцы живота. Они находятся на пятом месте. И раз вот эта расстановка мышечных групп вообще известна, то, конечно же, и лучшие, самые эффективные упражнения для развития отдельных мышечных групп, они и будут входить в топ, тот, который я вам предложу. Я должен сказать, что я прервал череду роликов с топами для отдельных групп мышц. Вот ради того, чтобы выдать вот эту важную информацию, которая подводит итог и этого года, и моей десятилетней видеодеятельности. А раз так, то вы уже за отдельные топовые упражнения знаете. Но пока я не дал вам топ упражнений для мышц ног, я должен сказать, что на первом месте, на главном, то есть это упражнение номер один, это главное упражнение в бодибилдинге. Еще раз скажу, что я вам говорю о бодибилдинге-культуризме, который может сопровождать вашу жизнь, встраиваться в вашу основную профессиональную деятельность. Это те упражнения, которые могут вас сопровождать всю вашу жизнь, вплоть до вашей смерти. И на главное место такое я ставил, ставлю и всегда буду ставить упражнение становая тяга. Причем, по моему мнению, это становая тяга сумо. И я вам очень подробно доводил, почему. И очень подробно рассказал, почему именно в такой технике выполнения становой тяги сумо будет наибольшая выгода для развития вашего тела в дальнейшем и поддержания этих форм, которые вы сформировали. Извините за тавтологию. Итак, первое и главное упражнение это становая тяга сумо. Это упражнение для нижних конечностей, которые также прихватывают и развитие поясничной части спины. Очень акцентированно. Ну и конечно же, там ряд мышц, которые стабилизируют это движение, также участвуют. Поэтому, если у вас это упражнение в основе, вас ждет эффективность на таком старте. Далее мы можем говорить об упражнении для мышц спины. И вы также из топов пяти упражнений для мышц спины знаете, что это упражнение тяга штанги в наклоне, широким хватом. Это упражнение говорил антагонист известному жиму лежа. И именно жим лежа, но, по моему мнению, под наклоном 20 градусов. Я уже объяснял подробно почему. Он будет занимать и третье место. Вот это как лучшее упражнение для мышц груди. О топе тех упражнений у нас еще будет речь. На четвертом месте, и вы должны, конечно же, знать и догадываться из ролика топ-5 упражнений для рук, что это подтягивание на перекладине. Ну и, по моему мнению, это узким хватом. И этот хват должен быть прямой. Естественно, эффективность обеспечивается наличием лямок. Для такой эффективности. И это упражнение достаточно известно и много о нем сказано. Освежите, пожалуйста, информацию. И на пятом месте я ставлю, конечно же, нижние скручивания на вертикальной скамье. И я вам говорил об этом упражнении как о самом важном, о самом полезном. Хотя, ну, и на пятом месте в топе. Но я его всегда выполняю первым. И в этом его важность. Все, что важное, главное, мы делаем впереди. И как раз упражнение для мышц пресса, ну, предваряется выполнение становой тяги. Хотя, становая тяга находится на первом месте. Когда я вам говорю об эффективности упражнений для развития наших мышц, я говорю об упражнениях, которые нацелены на определенную группу мышц. Конечно, может быть и другое участие мышц групп даже в упражнениях, которые не нацелены на эти группы. И зачастую, может быть, больше, чем в целевых упражнениях. И об этом я тоже должен сказать. Так как, конечно, от пытливого очень моего зрителя Кирилла, под ником «Черный пистолет», я получаю вот такую солидарную, очень думающую, нужную информацию. И я понимаю, что независимо от того, насколько я глубоко выдаю информацию, все-таки глубину этой информации могут прочувствовать не все, а лишь какие-то отдельные люди, которые очень системно постигают те знания, которые я даю. Итак, дорогие мои друзья, вот этот топ пяти упражнений, запомните, он очень важный. Конечно, он может быть спорный. Пожалуйста, хочу послушать ваше мнение, хочу послушать ваши аргументы. Но не забывайте, что я веду речь о реальном культуризме для реальной жизни. А тут еще и важно, чтобы упражнения встраивались в тренинг, чтобы это было удобно, чтобы это было доступно и на протяжении всей вашей жизни. Итак, дорогие мои друзья, когда вы пойдете по пути того культуризма, о котором я вам рассказываю на своем видеоблоге, вы обретете вот тот счастливый образ жизни, о котором я вам говорил, говорю и буду говорить. А к такому счастливому образу жизни может привести только движение в культуризме с большой буквой. Итак, добра, удачи, дорогие мои друзья. И в новом году добра, удачи вам и на будущее. Будьте сильны и здоровы. Продолжение следует...